Итак, друзья, в этом видео мы с абсолютного нуля зарегистрируемся на бирже Binance зарегистрируем также аккаунт на сервисе creeptorch.net Почему с нуля? Чтобы вы видели все процессы, которые вам придется сделать Потому что у меня уже аккаунты настроены настроена аутентификация и все остальное Вам это придется сделать с самого начала Поэтому я решил сделать видео именно по регистрации с нуля И на том, и на другом сервисе И привязки, соответственно, вашего первого бота к балансу Итак, начнем мы с вами с биржи Binance Ссылка на нее будет находиться прямо под этим видео Переходите по ней, попадаете на этот сайт Он на русском языке Если не на русском у вас открывается Можете вот здесь, в этой строке выбрать русский язык Что дальше? Нажимаем создать аккаунт Далее мы с вами вводим нашу электронную почту Я сейчас введу свою новую Вводим пароль Подтверждаем пароль И нажимаем я прочитал Здесь у вас будет реферал ID стоять Его не надо менять И нажимаете зарегистрироваться Далее здесь есть такая капча Которую нужно будет вот этот вот ползунок переместить Чтобы, так скажем, пазл сложился, как говорится И отпускаете его Переместили, отпустили Все Что дальше происходит? Можно сохранить данный пароль Проверка электронной почты Нужно зайти сейчас на вашу почту Я, соответственно, захожу на свою Итак, к вам приходит вот такое вот письмо Binance На него нажимаете И все, что здесь нужно сделать Это верифицировать ваш email Нажимаете на кнопочку И переходите На сайт Binance Ваш счет был активирован Войдите для начала торговли Нажимаем Войти Нажимаем вот на эту серую кнопку Опять Складываем пазлы Отпускаем мышку Еще раз Все Капча у нас прошла У вас появляется следующая страница Что Предупреждение о рисках Всегда заходите на сайт Только через защищенное соединение То есть, если соединение не защищено То вы не заходите То есть, нельзя Далее Ставите везде здесь галочки Не используйте какие-то плагины И так далее Вам никто не будет звонить И так далее То есть, вы никогда не будете заходить Вот через эти методы Так скажем Все Расставляем здесь галочки И нажимаем кнопку I understand И continue То есть, я согласен Продолжить Все У вас Грубо говоря Первый шаг сделан Следующий Это двухфакторная Аутентификация Она обязательно Можно использовать Свой номер телефона Но у меня просто уже добавлен В предыдущий Аккаунт Поэтому я его не могу использовать Я буду использовать Проверка Google Аутентификатор Это приложение Ставится на Android Либо на Какие-то другие устройства На телефон И что вам нужно сделать Вам нужно будет установить Данное предложение Оно называется Google Аутентификатор Просто введете его В поиске И соответственно Либо на телефон То есть, за счет телефона Можно пройти верификацию Сейчас я Я выбираю Google Аутентификатор Здесь вам говорят Где можно его скачать В Google Play Либо для Если у вас Продукция Apple Соответственно В Apple Store Нажимаем Next Step И все Что нам нужно сделать Это отсканировать Вот этот штрих-код Все Он у нас Отсканировался Точнее у меня отсканировался И соответственно Что я делаю Еще нужно будет Сфотографировать Так скажем Специальный код Который здесь у нас Есть Либо запомнить его И делаем следующий шаг Друзья Next Step То есть тут Просит Сохраните Этот ключ Запишите его куда-то И так далее То есть если вдруг Что-то произойдет С вашим Google Аутентификатором Вы всегда можете Восстановить его По этому ключу Следующий шаг Соответственно Сюда нам нужно Ввести этот ключ Который только что Мы скопировали Пароль для входа В кабинет Сюда свой вписываем И вводим Код Двухфакторный Аутентификации Который вам пришел Либо на телефон Либо же опять же Говорю Приложение Я пользуюсь приложением Мне проще Это сделать Все Включить проверку Успешно Проверка у нас Включена Так Непонятно Включить Включить Что-то не получилось Так Давайте-ка еще раз Next Step Я вообще-то В своем аккаунте Все У меня включена Видимо какая-то ошибка Была на сайте Перезагрузились Далее вы сможете Потом добавить Свой телефон И так далее Все что нам Сейчас понадобится С вами Это Настройка API Но Прежде чем Мы перейдем К настройке API Нам нужно Заново Зарегистрироваться Точнее Мне нужно Заново Зарегистрироваться На Cryptorch Вы Соответственно Просто Регистрируйтесь Как в первый раз На Cryptorch.net Давайте мы Сразу зайдем На сайт Хотя нет Давайте вы Сейчас проделаете Эту операцию И в следующем Видео Мы Соответственно С вами Зарегистрируемся На Cryptorch И сделаем Уже Все Настройки Зарегистрироваться